Пора браться за дело. Наверное, так думает каждый школьник, у кого растут года и ему скоро 16-17 лет. Время выбора профессии и принятия решения. Но этот выбор надо еще иметь, если, конечно, постоянно не зависать в телефоне. Но тут приходит на выручку целая программа «Путь навыков». Практический урок прямо в школе. Ученики седьмых классов приглашаются. Семь локаций, семь профессий. Глаза разбегаются. Внешне это похоже на игру, но это же может стать и будущей профессией, скажем, в робототехнике. Это уменьшенная копия. Такие манипуляторы используются везде, в медицине, на заводах. То есть уже практически. Да, да. У нас как бы просто обучающие модели. Ребята могут прийти, собрать, обучиться, запрограммировать. Увы, опросы говорят, что большинство сегодняшних школьников хотят стать блогерами, программистами, айтишниками. Они верят, что справятся с компьютерными технологиями. Но далеко не все это смогут. А здесь можно спуститься с небес на землю. Мы знакомим их вообще с профессиями, какие бывают. Даже стойлер, плотник. И многим нравится это. Вы удивитесь, что у нас на сварщиках в некоторых колледжах идут девушки, потому что им это нравится. И у них получается еще лучше, чем у мальчиков. И здесь же покажут, что такое современная кухня. Но для начала урок правильного обращения с инструментами. Урок ведет Наталья Горькова, преподаватель специальных дисциплин, специалист с 30-летним стажем. Почувствовала, протянула. Морковку прижимаем пальчиками, пальчики убираем на каточки. Молодец. И все-таки создается впечатление, что многие здесь школьники, а им по 13-14 лет, впервые пробуют что-то сделать своими руками. Например, построить модель скамьи. Но не из пластикового конструктора, а из натуральных материалов. Для этого надо сделать чертеж, все рассчитать, ну и правильно завернуть шурупы. И здесь, по всей видимости, это получается. Профориентацию надо начинать с раннего возраста, с пятого класса. Потому что именно тогда, когда они дойдут до девятого, одиннадцатого класса, они уже точно сформулируют свои желания и интересы, и то, чем они захотят заниматься в будущем. Говорят, любой навык в жизни пригодится. Просто свое будущее дело надо выбирать основательно. И не думать, что поступив в колледж, зря потратишь время. Наоборот, многому научишься. Колледжи оснащены новейшим оборудованием, в большинстве своим случаев. Они выводят индивидуальный подход к каждому, к каждой группе и работают совместно с работодателем. Любая профессия сегодня требует максимум информативности. Цифровые технологии можно найти везде, даже в приготовлении блинчиков собственными руками. Поэтому и дегустация проходит так успешно. Первый блин отнюдь не комом. Сергей Берзин, Максим Силаев, Александр Соломкин. Первый мытищинский.